Истории созидательного духа Тяньши История 21 Контрафакт и защита имени Проблема самозванцев всегда была актуальной. В китайской культуре самый яркий пример самозванца – персонаж классического романа «Речные заводи» Лигуй, который выдает себя за другого человека, чтобы получить выгоду и творить зло, прикрываясь чужим именем. Серьезные экономические и репутационные потери приносили мошенники и самозванцы бренду Тяньши. Производили и продавали поддельную продукцию, включая порошок с высоким содержанием кальция. Импортировали некачественные продукты с китайского рынка в другие страны, использовали названия для построения финансовых пирамид. Корпорации пришлось вложить значительные средства, чтобы защитить законные интересы потребителей, повысить сложность производства и гарантировать потребителям покупку подлинной продукции Тяньши. Сделать новые пресс-формы, изменить тару, внедрить кодовую технологию защиты от подделок. В начале 2000 года в головной офис корпорации стали поступать сообщения от филиалов и официальных дистрибьюторов о появлении самозванцев. Обманутые люди отправляли письма, звонили и приезжали в штаб-квартиру Тяньши. Некоторые напрямую обратились с заявлениями в Министерство общественной безопасности и Государственное управление промышленности и торговли. Плохие новости вызывали пристальное внимание господина Ли Цзиньюаня. В любом месте, где самозванцы от Тяньши начнут мошеннические действия, немедленно публикуйте заявления в местных средствах массовой информации, чтобы предупредить потребителей. Мы должны активно сотрудничать с государственными органами, нести все затраты на строгое выполнение мер по борьбе с контрафактной продукцией. Таково было первое указание господина Ли Цзиньюаня, считающего соблюдение интересов потребителей самой важной основой бизнеса. В романе «Речные заводи» Ли Куй, большой мастер боевых искусств, одним ударом расправился с самозванцем Ли Гуем, взмахом меча снес ему голову и избавил мир от злодея. Ли Цзиньюань тоже ненавидит зло. В 2003 году в корпорации была организована специальная группа по борьбе с мошенниками. Эта группа и филиалы корпорации на местах активно сотрудничали с местными отделениями полиции и МВД, а также с надзорными органами, контролирующими рынок, были приняты все усилия для того, чтобы нейтрализовать мошенников. Но большое количество поддельных организаций Тяньши работает не только внутри страны, но и за рубежом. Существует несколько типов мошенников. Первый – это люди, которые изначально пришли в Тяньши с недобрыми намерениями. После ухода из компании они регистрируют портфельную компанию-однодневку, используя название Тяньши, что сбивает с толку многих местных дистрибьюторов. Другой тип – компании, работающие на иностранных рынках и строящие дистрибьюторские структуры от лица корпорации Тяньши, не имея к ней реального отношения. Эти два вида подделок украли у людей сотни тысяч, а некоторые – до нескольких миллионов юаней, нанеся серьезный ущерб потребителям, обанкротив многие семьи, серьезно подорвав деловой имидж Тяньши и репутацию китайского бизнеса в целом. Еще один тип мошенников – китайские компании, занимающиеся прямыми продажами, экспортирующие лекарства и товары для здоровья, нанимающие врачей или дающие диагностическое оборудование дистрибьюторам для увеличения продаж. Укрепившись, они отправляют в местное китайское посольство жалобу, что компания прямых продаж Тяньши из Тяньцзиня работает незаконно, обманывает потребителей, преувеличивая эффективность своих БАДов. Жалобы иностранных правительственных структур вызвали тревогу в госорганах Китая. Государственный совет поручил создать рабочую группу из представителей Министерства общественной безопасности, Торгово-промышленного управления и Коммерческого комитета. Объединенная следственная группа провела углубленное расследование и установила полное несоответствие жалоб к деятельности компании Тяньши, чем полностью сняла с нее все подозрения. Самозванцы, стремящиеся к наживе, не переводятся и в наши дни. Компания Тяньши по-прежнему находится в авангарде борьбы с мошенниками. Господин Ли Цзиньюань твердо заявил, «Мы не остановимся, пока не перестанем слышать новости о самозванцах. Мы продолжим активно сотрудничать с правительством, с органами общественной безопасности, контрольными органами промышленности и торговли, чтобы бороться до конца. Мы не пожалеем на это дело никаких ресурсов, потому что успех и развитие Тяньши принадлежат людям и обществу. Я несу ответственность за всемирно известный национальный бренд Тяньши. Пусть он и дальше будет приносить пользу во благо оздоровления человечества и служения обществу».